Установление личности Установление личности Прокладывая себе путь сквозь многие поколения Приведут к совершенно невероятным результатам Вся изящная словесность с ее условностями И заранее предрешенными развязками Показалась бы нам плоской и тривиальной И все же вы меня не убедили, отвечал я Дела, о которых мы читаем в газетах Как правило, представлены в достаточно откровенном и грубом виде Натурализм в полицейских отчетах Доведен до крайних пределов Но это отнюдь не значит, что они хоть сколько-нибудь Привлекательны или художественны Для того, чтобы добиться подлинно реалистического эффекта Необходим тщательный отбор Известная сдержанность, заметил Холмс А этого как раз и не хватает в полицейских отчетах, где гораздо больше места отводится пошлым Сентенциям мирового судьи, нежели подробностям, в которых для внимательного наблюдателя И содержится существо дела Поверьте, нет ничего более неестественного, чем банальность Я улыбнулся и покачал головой Понятно, почему вы так думаете Разумеется, находясь в положении неофициального консультанта и помощника В конец запутавшихся в своих делах Обитателей трех континентов вы постоянно имеете дело со всевозможными странными и фантастическими явлениями Но давайте устроим практическое испытание Посмотрим, например, что написано здесь, сказал я, поднимая с полу утреннюю газету Возьмем первый попавшийся заголовок Жестокое обращение мужа с женой Далее следует полстопца текста Но я и не читаю уверен, что все это хорошо знакомо Здесь, без сомнения, фигурирует другая женщина Пьянство, колотушки, синяки Полное сочувствие сестра или квартирная хозяйка Даже бульварный писака не смог бы придумать ничего грубее Боюсь, что ваш пример неудачен, как и вся ваша аргументация Сказал Холмс, заглядывая в газету Это дело о разводе Дандеса И случилось так, что я занимался выяснением некоторых мелких обстоятельств, связанных с ним Муж был трезвенником, никакой другой женщины не было А жалоба заключалась в том, что он взял привычку после еды Вынимать искусственную челюсть и швырять ею в жену Что, согласитесь, едва ли придет в голову среднему новеллисту Возьмите понюшку табаку, доктор, и признайтесь, что я положил вас на обе лопатки с вашим примером Он протянул мне старинную золотую табакерку с большим аметистом на крышке Великолепие этой вещицы настолько не вязалось с простыми и скромными привычками моего друга Что я не мог удержаться от замечания по этому поводу Да, я совсем забыл, что мы с вами уже несколько недель не виделись, — сказал он Это небольшой сувенир От короля богемии в благодарность за мою помощь в деле с письмами Ирэн Адлер А кольцо? — спросил я, взглянув на великолепный бриллиант, блестевший у него на пальце Подарок голландской королевской фамилии Но это дело настолько деликатное, что я не имею права довериться даже вам Хотя вы любезно взяли на себя труд описать некоторые из моих скромных достижений А сейчас у вас есть на руках какие-нибудь дела? — с интересом спросил я Штук десять-двенадцать, но ни одного интересного То есть все они по-своему важны, но для меня интереса не представляют Видите ли, я обнаружил, что именно незначительные дела дают простор для наблюдений Для тонкого анализа причины следствий, которые единственно и составляют всю прелесть расследования Крупные преступления, как правило, очень просты, ибо мотивы серьезных преступлений большую частью очевидны А среди этих дел ничего интересного нет, если не считать одной весьма запутанной историей, происшедшей в Марселе Не исключено, однако, что не пройдет и нескольких минут Как у меня будет дело позанятнее, ибо, мне кажется, я вижу одну из моих клиенток Говоря это, он встал с кресла и, подойдя к окну, смотрел на тихую серую лондонскую улицу Взглянув через его плечо, я увидел на противоположной стороне крупную женщину в тяжелом меховом боа С большим мохнатым красным пером, накокетливо сдвинутый на бок, широкополой шляпе Из-под этих пышных доспехов она нерешительно поглядывала на наши окна То и дело, прорываясь вперед и нервно теребя застежку перчатки Внезапно, как пловец, бросающийся в воду, она кинулась через улицу, и мы услышали резкий звонок — Знакомые симптомы, — сказал Холмс, швыряя в камин окурок — нерешительность у дверей всегда свидетельствует о сердечных делах Она хочет попросить совета, но боится Дело, очевидно, слишком щекотливое, но и здесь бывают разные оттенки Если женщину глубоко оскорбили, она уже не колеблется и, как правило, обрывает звонок В данном случае тоже можно предположить любовную историю Однако эта девица не столько рассержена, сколько встревожена или огорчена А, вот и она Сейчас все наши сомнения будут разрешены В эту минуту в дверь постучали И мальчик в форменной куртке с пуговицами Должил о прибытии миссис Мэри Сазерленд Между тем, как сама эта дама возвышалась позади его маленькой черной фигурки Словно торговый корабль в полной оснастке, идущий вслед за крохотным лоцманским ботом Шерлок Холмс приветствовал гостью с присущей ему непринужденной учтивостью Затем закрыл дверь и, усадив ее в кресло, наглядел пристальным и вместе с тем характерным для него рассеянным взглядом «Вы не находите, — сказал он, — что при вашей близорухости утомительно так много писать на машинке» «Вначале я уставала, но теперь печатаю слепым методом, — ответила она Затем, вдруг вникнув в смысл его слов, она вздрогнула и со страхом взглянула на Холмса На ее широком добродушном лице выразилось крайнее изумление «Вы меня знаете, мистер Холмс? — воскликнула она «Иначе откуда вам все это известно?» «Неважно, — засмеялся Холмс «Все знать — моя профессия» «Быть может, я приучился видеть то, чего другие не замечают? В противном случае, зачем вам было бы приходить ко мне за советом?» «Я пришла, потому что слышала о вас от миссис Этеридж, мужа которой вы так быстро отыскали, когда все и даже полиция считали его погибшим» «О, мистер Холмс, если бы вы так же помогли мне!» «Я не богат, но все же имею ренту в сто фунтов в год и, кроме того, зарабатываю перепиской на машинке «И я готова отдать все, только бы узнать, что сталось с мистером Госмером Энджелом» «Почему вы так торопились бежать ко мне за советом?» — спросил Шерл Холмс, «Сложив кончики пальцев и глядя в потолок» На простоватой физиономии мисс Мэри Сазерленд снова появился испуг «Да, я действительно прямо-таки вылетела из дома», — сказала она «Меня разозлила равнодушие с каким мистер Уиндбенг, то есть мой отец, отнесся к этому делу «Он не хотел идти ни в полицию, ни к вам, ничего не желает делать, только знать, твердить, что ничего страшного не случилось» «Вот я и не вытерпела, кое-как оделась и прямо к вам» «Ваш отец?» — спросил Холмс «Скорее, ваш отчим, ведь у вас разные фамилии» «Да, отчим, я называю его отцом, хотя это смешно, он всего на пять лет и два месяца старше меня» «А ваша матушка жива?» «О да, мама жива и здорова, не очень-то я была довольна, когда она вышла замуж и так скоро после смерти папы, причем он лет на пятнадцать ее моложе» «У папы была паяльная мастерская на Тоттенхемкорт-роуд, прибыльный дельц, и мама продолжала вести его с помощью старшего мастера, мистера Харди Но мистер Уиндебенг заставил ее продать мастерскую, ему, видите ли, не к лицу, он комивайжор по продаже вин Они получили четыре тысячи семьсот фунтов вместе с процентами, хотя отец, будь он в живых, выручил бы гораздо больше Я думал, что Шерлоку Холмсу надоест этот бессвязный рассказ, но он, напротив, слушал с величайшим вниманием «И ваш личный доход идет с этой суммы?» — спросил он «У нее, сэр, у меня свое состояние, мне оставил наследство дядя Нед из Окленда Капитал в новозеландских бумагах четыре с половиной процента годовых, всего две с половиной тысячи фунтов, но я могу получать только процент» «Все это очень интересно», — сказал Холмс, получая сто фунтов в год «И прирабатывая сверх того, вы, конечно, имеете возможность путешествовать и позволять себе другие развлечения Я считаю, что на доход в шестьдесят фунтов одинокая дама может жить вполне безбедно» «Я могла бы обойтись меньшим, мистер Холмс, но вы ведь сами понимаете, что я не хочу быть обузой дома, и пока живу с ними, отдаю деньги в семью» «Ну, разумеется, это только временно. Мистер Уиндебенг каждый квартал получает мои проценты и отдает их маме, а я отлично живу перепиской на машинке. Два пенса за страницу, и частенько мне удается писать по пятнадцать-двадцать страниц в день» «Вы очень ясно обрисовали мне все обстоятельства», — сказал Холмс «Позвольте представить вам моего друга, доктора Уотсона. При нем вы можете говорить откровенно, как наедине со мной А теперь, будьте любезны, расскажите подробно о ваших отношениях с мистером Госмером Энджелом» Миссис Сазерленд покраснела и стала нервно теребить край своего жакета «Я познакомилась с ним на балу газопроводчиков. Папе всегда присылали билеты, а теперь они вспомнили о нас и прислали билеты маме Мистер Уиндебенг не хотел, чтобы мы шли на бал. Он не хочет, чтобы мы где-нибудь бывали. А когда я завожу речь о каком-нибудь пикнике воскресной школы, он приходит в бешенство Но на этот раз я решил и пойти во что бы то ни стало, потому что какой он имеет право не пускать меня? Незачем водить компанию с подобными людьми, — говорит он, — а ведь там собираются все папины друзья И еще он сказал, будто мне не в чем идти, когда у меня есть совсем еще ненадеванное красное бархатное платье Больше возражать ему было нечего, и он уехал во Францию по делам фирмы, а мы с мамой и мистером Харди, нашим бывшим мастером, пошли на бал Там я и познакомилась с мистером Госмером Энджелом — Полагаю, что, вернувшись из Франции, мистер Уиндебенг был очень недоволен тем, что вы пошли на бал, — спросил Холмс — Нет, он ничуть не рассердился. Он засмеялся, пожал плечами и сказал, что женщине не запрети, она все равно сделает по-своему — Понимаю — Значит, на балу газопроводчиков вы и познакомились с джентльменом по имени Госмер Энджел — Да, сэр, я познакомилась с ним в тот вечер, а на следующий день он пришел справиться, благополучно ли мы добрались до дому — И после этого мы, ну, то есть я, два раза была с ним на прогулке, а затем вернулся отец, и мистер Госмер Энджел уже не мог нас навещать — Не мог? Почему? — Видите ли, отец не любит гостей и вечно говорит, что женщина должна довольствоваться своим семейным кругом — А я на это говорила маме — Да, женщина должна иметь свой собственный круг, но у меня-то его пока что нет — Ну, а мистер Госмер Энджел, он не делал попыток с вами увидеться? Через неделю отец снова собирался во Францию, и Госмер написал мне, что до отъезда отца нам лучше не встречаться — Он предложил мне пока переписываться и писал каждый день. Утром я сама брала письма из ящика, и отец ничего не знал — К тому времени вы уже обручились с этим джентльменом? — Да, мистер Холмс, мы обручились сразу после первой же прогулки. Госмер, мистер Энджел, служит кассиром в конторе на Ладенхолл-стрит и... — В какой конторе? — В том-то и беда, мистер Холмс, что я не знаю. — А где он живет? — Он сказал, что ночует в конторе. — И вы не знаете его адреса? — Нет, я знаю только что контора на Ладенхолл-стрит. — Куда же вы адресовали ваши письма? — В почтовое отделение Ладенхолл-стрит до востребования. Он сказал, что на адрес конторы писать не надо, сослуживцы будут смеяться над ним, если узнают, что письма от дамы. Тогда я предложал писать свои письма на машинке, как и он сам делал, а он не захотел. Сказал, что письма, написанные моей собственной рукой, дороги ему, а когда они напечатаны, ему кажется, что между нами что-то чужое. Видите, мистер Холмс, как он меня любил и как был внимателен к мелочам. — Это кое о чем говорит. Я всегда придерживался мнения, что мелочи существеннее всего, — сказал Холмс. — Может быть, вы припомните еще какие-нибудь мелочи, касающиеся мистера Госмера Энджела? Он был очень застенчив, мистер Холмс. Он охотнее гулял со мной вечером, чем днем, не любил привлекать к себе внимания. Он был очень сдержанный и учтив. Даже голос у него был тихий-тихий. Он рассказывал, что в детстве часто болел ангиной и воспалением глант, и у него ослабли голосовые связки, потому он и говорит шепотом. Он хорошо одевался, очень аккуратно, хотя и просто, а вот глаза у него были слабые, как у меня, и поэтому он носил темные очки. — Ну, а что произошло, когда ваш отчим, мистер Уиндебенг, опять уехал во Францию? Мистер Госмер Энджел пришел к нам и предложил мне обвенчаться, пока не вернулся отец. Он был необычайно взволнован и заставил меня поклясться на Библии, что я всегда и во всем буду ему верна. Мама сказала, что он правильно сделал. Это, мол, служит доказательством его любви. Мама с самого начала очень хорошо к нему относилась, он ей нравился даже больше, чем мне, а потом решили, что лучше отпраздновать свадьбу еще до конца недели. Я им говорю, как же без отца? А они оба стали твердить, чтобы я об этом не думала, что отцу можно сообщить и после, а мама сказала, что берется все уладить сама. Мне это не очень понравилось, мистер Холмс. Конечно, смешно просить согласия отца, когда он всего на несколько лет старше меня, но я ничего не хотела делать тайком, и поэтому написала ему в Бордо. Там французское отделение его фирмы, но письмо вернулось обратно в день моей свадьбы. Письмо его не застало? Да, сэр. Он как раз перед тем выехал в Англию. Да, неудачно. Значит, свадьба была назначена на пятницу. Она должна была происходить в церкви? Да, но очень скромно. Мы должны были обвенчаться в церкви Святого Спасителя возле Кингкросс, а затем позавтракать в отеле Сент-Энкросс. Госмер приехал за нами в двух колки, но так как нас было трое, он усадил нас с мамой, а сам взял Кэп, который как раз оказался на улице. Мы доехали до церкви первыми и стали ждать. Потом подъехал Кэп, но он не выходил. Тогда кучер слез с козел и заглянул внутрь, но там никого не оказалось. Кучер не мог понять, куда он делся. Он собственными глазами видел, как тот сел в Кэп. — Это случилось в пятницу, мистер Холмс, и с тех пор я так и не знаю, что с ним произошло. — Мне кажется, он обошелся с вами самым бессовестным образом, — сказал Шерл Холмс. — О, нет, сэр, он добрый и хороший, он не мог меня бросить. Он все утро твердил, что я должна быть ему верна, что бы ни случилось. Даже если случится что-нибудь непредвиденное, я должна всегда помнить, что дала ему слово, и что рано или поздно он вернется, и я должна буду выполнить обещание. — Как-то странно было слышать. Это перед самой свадьбой, но то, что случилось потом, придает смысл его словам. — Безусловно. — Значит, вы полагаете, что с ним случилось какое-нибудь несчастье? — Да, сэр, и я думаю, что он предчувствовал какую-то опасность, иначе он бы не говорил таких странных вещей. И мне кажется, что его опасения оправдались. — Но вы не знаете, что бы это могло быть. — Нет. — Еще один вопрос. — Как отнеслась к этому ваша матушка? — Она очень рассердилась, сказала, чтобы я и не заикалась об этой истории. — А ваш отец? Вы рассказали ему, что случилось? — Да. Он считает, что произошло какое-то несчастье, но что Госнер вернется. — Какой смысл вести меня в церковь и скрыться? — говорит он. Если бы он занял у меня деньги или женился и перевел на свое имя мое состояние, тогда можно было бы объяснить его поведение. Но Госнер очень щепетили насчет денег и ни разу не взял у меня ни шиллинга. — Что могло случиться? — Почему он не напишет? — Я с ума схожу. Ночью не могу уснуть. Она достала из муфты платок и горько заплакала. — Я займусь вашим делом, — сказал Холмс, вставая, и не сомневаюсь, что мы чего-нибудь добьемся. Не думайте ни о чем, не волнуйтесь, а главное, постарайтесь забыть о Госнере Энджелю, как будто его и не было. — Значит, я никогда больше его не увижу? Боюсь, что так. Но что с ним случилось? — Предоставьте это дело мне. Мне хотелось бы иметь точное описание его внешности, а также все его письма. В субботу я поместила в газете «Кроникл» объявление о его пропаже, — сказала она. — Вот вырезка, и вот четыре его письма. Благодарю вас. Ваш адрес. Тамберруэлл, Лайон Плейс, 31. Адреса мистера Энджела вы не знаете. Где служит ваш отец? Фирма Вестхаус и Марбанг на Фенчерч-стрит. Это крупнейшие импортеры Клоретта. Благодарю вас. Вы очень ясно изложили свое дело. Оставьте письма у меня. И помните мой совет. Забудьте об этом происшествии раз и навсегда. Благодарю вас, мистер Холмс, но это невозможно. Я останусь верна Госнеру. Я буду его ждать. Несмотря на нелепую шляпу и простоватую физиономию, посетительница невольно внушала уважение своим благородством и верностью. Она положила на стол бумаги и ушла, обещав прийти в случае надобности. Несколько минут Шерлок Холмс сидел молча, сложив кончики пальцев, вытянув ноги и устремив глаза в потолок. Затем он взял с полки старую глиняную трубку, которая всегда служила ему советчиком, раскурил ее и долго сидел, откинувшись на спинку кресла и утопая в густых облаках голубого дыма. На лице его изображалась полнейшая равнодушие. «Занятное существо — это девица», — сказал он наконец. «Гораздо занятнее, чем ее история. Кстати, достаточно избитая. Если вы заглянете в мою картотеку, вы найдете немало аналогичных случаев. Например, андверское дело 1877 года. Нечто подобное произошло и в Гааге в прошлом году. В общем, старая история, хотя в ней имеются некоторые новые детали. Однако сама девица дает богатейший материал для наблюдений. «Вы, очевидно, усмотрели много такого, что для меня осталось невидимым», — заметил я. «Не невидимым, а незамеченным», — Уотсон. «Вы не знали, на что обращать внимание, и упустили все существенное. Я никак не могу внушить вам, какое значение может иметь рукав, ноготь на большом пальце или шнурок от ботинок. Интересно, что вы можете сказать на основании внешности этой девицы. Опишите мне ее». Ну, на ней была серо-голубая соломенная шляпа с большими полями и с кирпично-красным пером. Черный жакет с отделкой из черного стекляруса. Платье коричневое, скорее даже темно-кофейного оттенка, с полоской алого бархата у шеи на рукавах. Серые перчатки, протертые на указательном пальце правой руки. Ботинок я не разглядел. В ушах золотые сережки в виде маленьких круглых подвесок. В общем, эта девица вполне состоятельная, хотя и несколько вульгарная, добродушная и беспечная. Шерлок Холмс тихонько захлопал в ладоши и усмехнулся. «Превосходно, отцы, вы делаете успехи. Правда, вы упустили все существенные детали, зато хорошо усвоили метод, и у вас тонкое чувство цвета. Никогда не полагайтесь на общее впечатление, друг мой. Сосредоточьте внимание на мелочах. Я всегда сначала смотрю на рукава женщины. Когда имеешь дело с мужчиной, пожалуй, лучше начинать с колен брюк. Как вы заметили, у этой девицы рукава были обшиты бархатом, а это материал, который легко протирается, и поэтому хорошо сохраняет следы. Двойная линия немного выше запястья. В том месте, где машинистка касается рукою стола, видна великолепно, ручная швейная машинка оставляет такой же след, но только на левой руке, и при том на наружной стороне запястья. А у мисс Сазерленд след проходил через все запястье. Затем я посмотрел на ее лицо, и, увидев на переносице следы пенсне, сделал замечание насчет близорукости и работы на пишущей машинке, что ее очень удивило. Меня это тоже удивило, но это же совершенно очевидно. Я посмотрел на ее обувь и очень удивился, заметив, что на ней разные ботинки. На одном носок был узорчатый, на другом совсем гладкий. Далее. Один ботинок был застегнут только на две нижние пуговицы из пяти, другой на первую, третью и пятую пуговицы. Когда молодая девушка, в общем, аккуратно одетая, выходит из дому в разных, застегнутых не на все пуговицы ботинках, то не требуется особой проницательности, чтобы сказать, что она очень спешила. — А что вы еще заметили? — с интересом спросил я, как всегда восхищаясь проницательностью моего друга. — Я заметил, между прочим, что перед уходом из дому, уже совсем одетая, она что-то писала. Вы обратили внимание, что правая перчатка у нее порвана на указательном пальце? Но не разглядели, что и перчатка, и палец испачканы фиолетовыми чернилами? Она писала в торопях и слишком глубоко обмакнула перо, и это, по всей вероятности, было сегодня утром, иначе пятна не были бы заметны. Все это очень любопытно, хотя довольно элементарно. Но вернемся к делу, Уотсон. Не прочтете ли вы мне описание внешности мистера Госмера Энджела, данное в объявлении? Я поднес газетную вырезку к свету и прочитал. Пропал без вести утром четырнадцатого джентльмен по имени Госмер Энджер. Рост пять футов, семь дюймов, крепкого сложения, смуглый черноволосый, небольшая лысина на макушке, густые черные бакенбарды и усы, темные очки, легкий дефект речи, одет в черный сюртук на шелковой подкладке, черный жилет, в кармане часы с золотой цепочкой, серые твидовые брюки, коричневые гетры, поверх штиблет с резинками по бокам. Служил в конторе на Лэдденхолл-стрит, всякому, кто сообщит, и так далее, и тому подобное. Но этого достаточно. — Что касается писем, — сказал Холмс, пробегая их глазами, — они очень банальны и ничего не дают для характеристики мистера Энджела. Разве только что он упоминает бальзакам. Однако есть одно обстоятельство, которое вас, конечно, поразит. — Они напечатаны на машинке, — заметил я. — Главное, что и подпись тоже напечатана на машинке. — Посмотрите на аккуратненькое «Госмер Эйнджел» внизу. Есть дата, но нет адреса отправителя. Кроме Лэдденхолл-стрит, а это весьма неопределенно. Но важна именно подпись, а ее мы можем считать доказательством. — Доказательством чего? — Милый друг, неужели вы не понимаете, какое значение имеет эта подпись? — По правде говоря, нет. Может быть, он хотел оставить за собой возможность отрицать подлинность подписи в случае предъявления иска за нарушение обещания жениться? Нет, суть не в том. Чтобы решить этот вопрос, я напишу два письма. Одно фирме в Сити, другое отчему молодой девушке мистеру Уиндбенку. И попрошу его зайти к нам завтра в шесть часов вечера. Попробуем вести переговоры с мужской частью семейства. Пока мы не получим ответа на эти письма, мы решительно ничего не можем предпринять, и потому отложим это дело. Зная о тонкой проницательности моего друга и о его необычайной энергии, я был уверен, что раз он так спокойно относится к раскрытию этой странной тайны, значит, у него есть на то веские основания. Мне был известен только один случай, когда он потерпел неудачу. История с королем Богеми из фотографии Ирэн Адлер. Однако я помнил о таинственном знаке четырех и о необыкновенных обстоятельствах этюда в багровых тонах, и давно проникся убеждением, что уж если он не сможет распутать какую-нибудь загадку, стало быть, она совершенно неразрешима. Колмс все еще курил свою черную глиняную трубку, когда я ушел, нисколько не сомневаясь, что к моему возвращению на следующий вечер в его руках уже будут все некие дела об исчезновении жениха мисс Мэри Сазерлэнд. На завтра я целый день провел у постели тяжелобольного пациента. Только около шести часов я, наконец, освободился, вскочил в двуколку и поехал на Бейкер-стрит, боясь как бы не опоздать к развязке этой маленькой драмы. Однако Холмса я застал дремлющим в кресле. Огромное количество бутылок, пробирок и едкий запах соляной кислоты свидетельствовали о том, что он посвятил весь день столь любезным его сердцу химическим опытом. — Ну что, нашли, в чем дело? — спросил я, входя в комнату. — Да, это был бисульфат бария. — Нет-нет, я спрашиваю об этой таинственной истории. — Ах, вот оно что. — Я думал о соли, над которой работал. — А в этой истории ничего таинственного нет. — Впрочем, я уже вчера говорил, что некоторые детали довольно любопытные. Жаль только, что этого мерзавца нельзя привлечь к суду. — Но кто же этот субъект? И зачем он покинул мисс Сазерленд? — Холмс раскрыл был рот, чтобы ответить, но в эту минуту в коридоре послышались тяжелые шаги и в дверь постучали. — Это отчим девиц. — Мистер Джеймс Уиндебенг, — сказал Холмс. — Он сообщил мне, что будет в шесть часов. — Войдите! Вошел человек лет тридцати, среднего роста, плотный, бритый, смуглый, с вежливыми, вкратчивыми манерами и необычайно острым, проницательным взглядом серых глаз. Он вопросительно посмотрел на Холмса, затем на меня, положил свой цилиндр на буфет и с легким поклоном уселся на ближайший стул. — Добрый вечер, мистер Джеймс Уиндебенг, — сказал Холмс. — Полагаю, что это письмо на машинке, в котором вы обещаете прийти ко мне в шесть часов вечера, написано вами? — Да, сэр. — Простите, я немного запоздал, но, видите ли, я не всегда располагаю своим временем. Мне очень жаль, что мисс Сазерленд побеспокоила вас этим дельцем. — По-моему, лучше не посвящать посторонних в семейные неприятности. Я решительно возражал против ее намерения обратиться к вам, но вы, наверное, заметили, какая она нервная и импульсивная, и уж если она что-нибудь задумала, переубедить ее нелегко. — Разумеется, я ничего не имею против вас лично, поскольку вы не связаны с государственной полицией, но все-таки неприятно, когда семейное горе становится общим достоянием. Кроме того, зачем понапрасну тратить деньги? — Вы все равно не разыщите этого Госмера Эйнджела. Напротив, спокойно возразил Холмс. — Я имею все основания полагать, что мне удастся найти мистера Госмера Эйнджела. Мистер Уиндебенг вздрогнул и уронил перчатку. — Очень рад это слышать, — сказал он. — Обратили ли вы внимание, что любая пишущая машинка обладает индивидуальными чертами в такой же мере, как почерк человека, — сказал Холмс. — Если исключить совершенно новые машинки, то не найти и двух, которые печатали бы абсолютно одинаково. Одни буквы изнашиваются сильнее других, некоторые буквы изнашиваются только с одной стороны. Заметьте, например, мистер Уиндебенг, что в вашей записке буква Е расплывчата, а у буквы Г нет хвостика. — Есть еще четырнадцать характерных примет, но эти просто бросаются в глаза. — В нашей конторе на этой машинке пишутся все письма, и шрифт, без сомнения, немного стерся, — ответил наш посетитель, устремив на Холмса проницать нужную. — А теперь, мистер Уиндебенг, я покажу вам нечто особенно интересное, — продолжал Холмс. — Я собираюсь в ближайшее время написать небольшую работу на тему «Пишущие машинки и преступления». Этот вопрос интересует меня уже давно. Вот четыре письма, написанные пропавшим. Все они отпечатаны на машинке. Посмотрите, в них все Е расплываются, и у всех Г нет хвостика. А если воспользоваться моей лупой, можно также обнаружить и остальные четырнадцать признаков, о которых я упоминал. Мистер Уиндебенг вскочил со стула и взял свою шляпу. — Я не могу тратить время на нелепую болтовню, мистер Холмс, — сказал он. — Если вы сможете задержать этого человека, схватите его и известите меня. — Разумеется, — сказал Холмс, подходя к двери и поворачивая ключи в замке. — В таком случае извещаю вас, что я его задержал. — Как? — Где? — вскричал Уиндебенг, смертельно побледнев и озираясь, как крыса, попавшая в крысоловку. — Не стоит. Ну, правда, не стоит. Учтиво проговорил Холмс, — вам теперь никак не отвертеться, мистер Уиндебенг. Все это слишком ясно, и вы сделали мне прескверный комплимент, сказав, что я не смогу решить такую простую задачу. — Садитесь и давайте потолкуем. Наш посетитель упал на стул, лицо его исказилось, на лбу выступил пот. — Это... это неподсудное дело, — пробормотал он. — Боюсь, что вы правы. Но, между нами говоря, Уиндебенг, с таким жестоким, эгоистичным и бессердечным мошенничеством я еще не сталкивался. Я сейчас попробую рассказать, как развивались события, и если я в чем-нибудь ошибусь, вы меня поправите. Уиндебенг сидел съежившись, низко опустив голову. Он был совершенно уничтожен. Холмс положил ноги на решетку камина, откинулся назад и, заложив руки в карманы, начал рассказывать скорее себе самому, чем нам. Человек женится на женщине, много старше его самого, позарившись на ее деньги. Он пользуется также доходом своей падчерицы, поскольку она живет с ними. Для людей их круга — это весьма солидная сумма, и потерять ее ощутимый удар. Ради таких денег стоит потрудиться. Падчерица мила, добродушна, но сердце ее жаждет любви. И совершенно очевидно, что при ее приятной наружности и порядочном доходе она недолго останется в девицах. Замужество ее, однако, означает потерю годового дохода в сто фунтов. Что же делает отчим, дабы это предотвратить? Он требует, чтобы она сидела дома, запрещает ей встречаться с людьми ее возраста. Скоро он убеждается, что этих мер недостаточно. Девица начинает упрямиться, настаивать на своих правах и, наконец, заявляет, что хочет посетить некий бал. Что же делает тогда ее изобретательный отчим? Он замышляет план, который делает больше чести его уму, нежели сердцу. Сведомо своей жены и при ее содействии он изменяет свою внешность. Скрывает за темными очками свои проницательные глаза, наклеивает усы и пышные бакенбарды. Приглушает свой звонкий голос до вкратчивого шепота и, пользуясь близорукостью девица, появляется в качестве мистера Госмера Энджелла и отстраняет других поклонников своим настойчивым ухаживанием. «Это была шутка», — простонал наш посетитель. «Мы не думали, что она так увлечется». «Возможно». «Однако, как бы там ни было, молодая девушка искренне увлеклась. Она знала, что отчим во Франции, и потому не могла ничего заподозрить. Она была польщена вниманием этого джентльмена, а шумное одобрение со стороны матери еще более усилило ее чувства. Отлично понимая, что реального результата можно добиться только решительными действиями, мистер Энджелл зачастил в дом. Начались свидания, последовало обручение, которое должно было помешать молодой девушке отдать свое сердце другому, но все время обманывать невозможно. Мнимые поездки во Францию довольно обременительны. Оставался один выход — довести дело до такой драматической развязки, чтобы в душе молодой девушки остался неизгладимый след, и она на какое-то время сделалась равнодушной к ухаживаниям других поклонников. Отсюда клятва верности на Библии, намеки на возможность неожиданных происшествий в день свадьбы. Джеймс Уиндебен хотел, чтобы мисс Сазерленд была крепко связана с Госмером Энджеллом и пребывала в полном неведении относительно его судьбы. Тогда, по его расчету, она, по меньшей мере, лет десять сторонилась бы мужчину. Он довез ее до дверей церкви, но дальше идти не мог, и потому прибегнул к старой уловке, вошел в карету через одни дверцы, а вышел через другие. — Я думаю, что события развертывались именно так, мистер Уиндебен. Наш посетитель успел тем временем кое-как овладеть собой. Он встал со стула, холодная усмешка блуждала на его бледном лице. — Может быть, да, а может быть и нет, мистер Холмс, — сказал он. — Но если вы так умны, вам следовало бы знать, что в настоящий момент закон нарушаете именно вы. Я ничего противозаконного не сделал, вы же, заперев меня в этой комнате, совершаете насилие над личностью, а это преследуется законом. — Да, закон, как вы говорите в вашем случае, бессилен, — сказал Холмс, отпирая и распахивая настежь дверь. Однако вы заслуживаете самого тяжелого наказания. Будь вы этой молодой девушке брат или друг, ему следовало бы хорошенько отстегать вас хлыстом. Увидев наглую усмешку Уиндбенка, он вспыхнул. — Это не входит в мои обязанности, но клянусь Богом, я доставлю себе удовольствие. Он шагнул, чтобы снять со стены охотничий хлыст, но не успел протянуть руку, как на лестнице послышался дикий топот, тяжелая входная дверь с шумом захлопнулась. И мы увидели в окно, как мистер Уиндбенк со всех ног мчится по улице. — Беспардонный мерзавец! — рассмеялся Холмс, откидываясь на спинку кресла. — Этот молодчик будет катиться от преступления к преступлению, пока не кончит на веселице. Да, дельце в некоторых отношениях было не лишено интереса. — А я не вполне уловил ход ваших рассуждений, — заметил я. — Разумеется, с самого начала было ясно, что этот мистер Госмер Энджел имел какую-то причину для своего странного поведения. Также очевидно, что единственное, кому это происшествие могло быть на руку — отчим. Тот факт, что жених и отчим никогда не встречались, а, напротив, один всегда появлялся в отсутствии другого, также что-нибудь дозначил. Темные очки и странный голос, и пышные бакенбарды подсказывали мысль о переодевании. Мои подозрения подтвердились тем, что подпись на письмах была напечатана на машинке. — Очевидно, мисс Сазерленд хорошо знала почерк Уиндебенка. Как видите, все эти отдельные факты, а также и многие другие менее значительные детали, били в одну точку. — А как вы их проверили? Напав на след, было уже нетрудно найти доказательства. Я знаю фирму, в которой служит этот человек. Я взял описание внешности пропавшего, данное в объявлении, и, устранив из него все, что могло быть отнесено за счет переодевания, бакенбарды, очки, голос, послал приметы фирме с просьбой сообщить, кто из их коми-вайзоров похож на этот портрет. Еще раньше я заметил особенности пишущей машинки и написал Уиндебенку по служебному адресу, приглашая его зайти сюда. Как я и ожидал, ответ его был отпечатан на машинке, шрифт которой обнаруживал те же мелкие, но характерные дефекты. — Той же почтой я получил письмо от фирмы Вестхаус и Марбанк на Фенчердж-стрит. Мне сообщили, что по всем приметам это должен быть их служащий Джеймс Уиндебенк. Вот и все. А как же быть с мисс Сазерленд? Если я раскрою ей секрет, она не поверит. Вспомните старую персидскую поговорку. Опасно отнимать у тигрицы тигренка, а у женщины ее заблуждение. У Хафиза столько же мудрости, как и у Горация, и столько же знания жизни. Субтитры создавал DimaTorzok